Новый председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчебек Ташиев провёл приз-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах уходящего года. Одним из громких дел уходящего года стало дело экзампредседателя таможенной службы Раимбека Матраимова. На сегодняшний день он возместил нанесённую государству ущерб в полном объёме, оплатив 2 миллиарда сомов, проинформировал председатель ГКНБ. То, что там Матраимовым было нанесено ущерб государству, бюджету около 2 миллиардов сомов, было установлено следствие. По ходу следствие было установлено. Каким методом они устанавливали, и каким образом это 2 миллиарда, а не 1 миллиард или 5 миллиардов, это всё установлено следствие. Это раз. Следствие подробно здесь рассказывать я не смогу. 1 миллиард 400 миллионов сомов Матраимов возместил наличными, а 6 миллионов были возмещены путём передачи 9 квартир и одного торгового центра. Глава комитета отметил, что 8 квартир будут переданы сотрудникам ГКНБ. Ташеев отметил, что расследование по делу Матраимова продолжается. По Матраимову дело не закончено. По Матраимову дело теперь будет расследоваться его причастность к внешним связям, контрабандным связям. То есть мы будем расследовать его имущество в других странах, в Дубае, в Америке, в Европе и других азиатских странах. Если они найдутся, если они найдутся, если мы как бы докажем, что он у него не имеет какие-то отношения к этому имуществу, естественно, мы будем принимать меры. 15 декабря в Бишкеке прошла встреча делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации крыгыско-узбекской границы. Говоря об итогах переговоров, Ташеев отметил, что переговоры на тему границ всегда проходят тяжело. И подобные встречи не сразу дают результаты. О чем мы договорились? Мы договорились об общих наших границах, о принципах нашей работы. И в основном разговаривали по части демаркации госграниц. Что при проведении демаркации, при установлении границы, данную работу проводили посоместно. Не каждая страна отдельно, а посоместно. Даже о принятых местах нужно, о принятых решениях мы должны исполнять вместе. Ташеев также остановился на борьбе с организованными преступными группировками и их главарями. Отныне ни один бандит, ни один глава бандита в нашей стране никоим образом не будет влиять на какие-нибудь общественные процессы. Ни одного главаря бандита в стране не оставим. Хоть он вор смотрящий, положение, такого не будет. Дайте нам информацию, в каком городе, в каком местности, какой-нибудь даже авторитет среди криминальных группировок спокойно ходит. Ташеев отметил, что задержание кремавторитетов и коррупционеров общественность принимает положительно. На вопрос, почему задержание вора в законе Камчу Кульбаева и экзампредседателя таможенной службы Раимбека Матраимова в обществе приняли за постановочное шоу. Глава комитета дал следующий ответ. Мы его задержали как положено. Раимбек Матраимова также. Раимбек Матраимов давали, несколько раз вызывали, он не приходил. Мы закрыли все границы, за ним наблюдали. Когда мы его задерживали, мы наблюдали, где он находился. На вопрос о деле Атамбаева глава комитета безопасности заявил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшается. Он добавил, что Атамбаев в настоящее время находится в СИЗО ГКНБ. Завтра Ташеев сам лично посетит бывшего президента, после чего будет рассмотрен вопрос о необходимости перевода его в больницу. Говоря о материальном положении судей, председатель ГКНБ заявил, что каждый судья будет проверен на наличие движимого и недвижимого имущества. При несоответствии с декларацией служители Фемиды будут привлечены к ответственности. Также в ходе конференции стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. «Насчёт Гульбары Калиевой, председателя Верховного суда. Да, по отношению к ней возбуждено уголовное дело. Дело расследуется. Мы начали достаточное количество доказательств о привлечении её к уголовной ответственности. Мы данное уголовное дело передали в дисциплинарную комиссию». Если дисциплинарная комиссия при завете судей даст своё согласие, то Гульбара Калиева будет привлечена к уголовной ответственности, несмотря на должность, заявил Ташиев. Тем временем в Верховном суде прокомментировали это заявление. «Судебный вид власти в последнее время часто сталкивается с неконструктивной критикой и обвинениями со стороны представителей исполнительной и законодательной власти, которые выносят в публичную плоскость вопросы, по которым проводится досудебная проверка. Публичные выступления, в которых содержатся обвинения представителей судебной ветви власти, в конечном итоге приводят к её дискредитации. Такие явления подрывают доверие общества к судебным органам и идут в разрез с действующим законодательством». Камчебек Ташиев отметил, что за последние два месяца государству возмещено 2 миллиарда 700 миллионов сомов, когда за 10 месяцев текущего года ГКНБ успел возместить лишь 116 миллионов.